Здравствуйте! С вами Иван Кузнецов и Ксения Кузнецова. Мы в рубрике техника выполнения упражнений. В этой рубрике мы рассматриваем упражнения и грамотную технику выполнения для того, чтобы не получить никакую травму за 5-8 минут. Конкретно в этом видео мы рассмотрим упражнение приседания. Один из вариантов упражнения приседания. Внимательно посмотрите, законспектируйте. Если у вас появятся вопросы, спрашивайте в комментариях. Итак, приседания. Упражнения многие боятся, не делают, а зря. Но в этом упражнении, конечно же, есть противопоказания. Для тех, у кого есть проблемы с тазобедренными суставами, с коленными суставами, данное упражнение лучше не делать. Но в целом это классное упражнение для проработки мышц ног, мышц ягодиц, для общего тонуса ног. Итак, техника выполнения. Хюнечка, боком, пожалуйста. Ноги стоят на ширине плеч. На ширине плеч. Стопы смотрят точно вперед. Сейчас, внимание. При движении, во-первых, таз уходит назад на пятки. Коленки остаются примерно на одном месте. И амплитуда движения примерно до параллели с полом. Бедро опускается примерно до параллели с полом. Раз. И вниз два. Два. Еще разок. И вниз. Коленки стоят на месте. Вот так. Давай еще разок. При этом спинка у нас ровная. Два. И два еще разок. И вниз опускаемся. Коленки стоят на месте. Большое спасибо. Ошибкой будет, если при движении колени пойдут вперед на большие пальцы. Кюша, не показывай. Не надо себя травмировать. Тем не менее, а будет большой ошибкой, если коленки пойдут вперед. Также нельзя, чтобы центр тяжести заваливался, уходил на внутреннюю часть стопы. Как будто бы, когда коленки заходят... Покажи это, пожалуйста, лицом. Да. Вот сюда. Да. Нельзя, чтобы коленки уходили вовнутрь. Коленки идут точно вперед. Коленки идут точно вперед. Да. Спинка остается ровной. Кайбоком, пожалуйста. Спинка остается ровной. При этом мы опускаемся вниз, делаем вдох, а на выдохе поднимаемся наверх. Вдох, наверх, выдох, вниз, вдох, выдох, еще раз, вдох, выдох, еще раз, вдох, выдох. Большое спасибо. Есть различные варианты приседания, широкая постановка ног, с гантелями, без гантелями. Тем не менее, данный вариант также можно делать вместе со стулом. Ксюничка, возьми, пожалуйста, стул. Этот вариант подходит для тех, кто только начинает делать приседания. Нет, нет, ну, без разницы. Поставь, бока. Чтобы ты на него присаживался. Данный вариант подходит для тех, кто только начинает делать упражнения, и ему нужна страховка, небольшая амплитуда, но, тем не менее, для отработки техники хватит. То же самое мы делаем с опорой на стул. И раз, и два. Техника остается та же. Коленки остаются на месте, таз уходит назад на пятки, спинка остается ровной. Еще раз, покажи, покажи. Руки идут вперед. Раз. И два. И три. И четыре. Хорошо. Большое спасибо. На этом наш опыт ходит к концу. Если вам видео было полезно, поставьте этому видео палец вверх. Если у вас есть вопросы, если вы бы хотели разобрать какое-то конкретное упражнение, технику выполнения, пожалуйста, пишите о нем в комментариях. Обязательно разберем. Ну, а на этом все. Показывала Ксения Кузнецова. Комментировала Иван Кузнецов. И до встречи в новых уроках. Всем пока. Продолжение следует.